Друзья, всем привет! С вами Леша Махно и сегодня будем общаться с участником одного из самых ожидаемых поединков FSA 147, Андрей Кончаров. Приветствую! Андрей, с чего хочется начать наш диалог? Молодой боец, проспект, но очень редко дерешься. В 21 году год совсем без боев, сейчас возвращаешься спустя 8 месяцев. Почему так редко? Ну, как-то сказал, молодой проспект, 24 года, 15-3, профрекорд. В принципе, нормально, всему свое время, как говорится, идем планомерно, поэтому нормально все. Нельзя тоже не затронуть ваш бой с Абдул-Рахманом Дудаевым, вы так интересно обменивались любезностями в социальных сетях. Сейчас Рахман только провел поединок, у тебя другой оппонент, ваша история с ним закончена? Посмотрим, я даже думаю, сейчас нет смысла что-то комментировать по этому поводу. Есть соперник, есть дата, я сейчас фокусирован на это, там дальше видно будет. Но не могу еще не спросить про Рахмана, он, можно сказать, расцвел в полулегкой весовой категории, три победы подряд, три победы досрочные, там бонусы собирает один за одним. Впечатляет тебя его работоспособность в полулегком весе? Не, ну что, молодец, бонусы забирает, поздравляю его. А так, впечатляет или нет, ну, хорошие оппоненты, все гладко делается, все гладко идет, нормально. Сейчас поединок против Биберта Туменова на московском турнире. Можешь вспомнить первые эмоции, когда узнал имя оппонента? И, в принципе, с точки зрения матчмейкинга, почему согласился, все-таки ты четвертый номер рейтинга, Биберт седьмой номер рейтинга и только после одной победы идет? Да, я никогда в своей карьере не выбирал соперников себе, но если только и говорил что-то, да, то делал это с тем, чтобы как-то взрасти вверх, ну, сам знаешь, я выиграл всегда достойные имена, да, но те, кто выше. Сейчас, как бы, я понимал, ну, а с кем, с кем еще драться, да, в лиге, но по факту. Я выиграл Апти, как бы, тогда разговор был, что это претендентский, да, и Апти был одним из главных, да, претендентов на титул. Ну, сейчас, что, Биберт, если так лига решила, ну, есть интерес, давайте. Я никогда не отказывался от боев, я принимал любой вызов. Всем понятно, что ты охотишься за поясом, почему, например, не просил у Асламбека Бадаева поединка против Филиппа Фройса или Ислама Амарова, потому что они второй, третий номер рейтинга, единственные, кто выше тебя? Ты знаешь, ну, вот по поводу поединка Филиппа Фройса, это, я как бы, знаешь, с детства я не люблю никогда жаловаться, да, по-мужски, но в данном случае кому-то дают этих бразильцев просто одного за одним, да. В моем случае это уже и Асламбеку я говорил Бадаеву и уже заявлял неоднократно даже в интервью, что у меня, как еще раз повторюсь, да, уже по 20 боев в Шердоге. И если посмотреть на все, ну, на моих оппонентов, да, там, по сути, весь Кавказ, да, ребята, ну, разных национальностей, а именно кого-то заграничных бойцов там нету. Я уже неоднократно говорил, я с Брандау раскачал бой, я думал, может, я что-то недорабатываю, но потом смотрю, люди, мне говорят, со стороны, да, ну, то, что, как бы, сами уже замечают, ты делаешь шум. А по поводу Фройса он мне вообще в личку написал? Ну, когда Дудайвам дали мне бой, он написал, типа, как так, но он сам, типа, не в понятках был, типа, наш же бой самый актуальный, потому что после моего боя с Апти, там, мне Асламбек подошел, сказал, что там Фройс рвет и мечет, да, давайте, ну, и он выставил, в принципе, меня отметил, поздравил с победой, типа, и все, наш поединок, как бы, мы, тем более, уже договорились. И плюс ко всему, как сказать, я трешток не люблю говорить, да, но чуть пообщались в сетях, как бы, дали знать Лиге, что мы готовы, но, как видим, у Лиги уже постоянно другие планы на это. Смотри, сейчас непростая ситуация с Фройсом, никак не подерется временный чемпион Алихан Сулейманов против Магомеда Расулла Хасбулаева, как бы, настоящего чемпиона, скажем так. Не думаешь ли ты, что ваш поединок с Фройсом откладывается в связи с тем, что это будет еще один такой громкий поединок после твоего противостояния с Бибертом в случае успеха? Слушай, посмотрим, несколько есть вариантов развития событий, сейчас тоже не буду все оглашать, как бы, есть и у меня свои планы, поэтому сейчас фокусируемся на Туменове, дай бог, чтобы этот бой состоялся, да, и потом глянем, что, сильно, знаешь, там, сейчас многословить, ну, не хочется, потому что есть разные, я же говорю, эти события, и сейчас вот есть задача, которую мы должны выполнить. А, давай перейдем непосредственно к Биберту, в чем для тебя он опасен? Да, как, ну, что касается именно Биберта, вот меня уже спрашивали, ну, какие его сильные стороны, да, ну, все, я думаю, понимают его сильную сторону, это руки и физические кондиции, как бы, он такой парень ломовой идет вперед и старается серийно бить. А, в чем ты превосходишь его? Ну, знаешь, как бы, мы начинали оба с бокса, да, конечно, он в боксе задержался намного дольше и, возможно, да, как бы, ну, что, будем откровенны, да, по факту, в боксе, конечно, если так брать по любительскому боксу, он добился побольше результатов, я в 14 лет уже ушел и перешел на такое более смешное боевое, да, и пошел по рукопашке, по армейскому рукопашному выступать. Он же, по-моему, до 20 лет, да, по-моему, лет он еще боксировал. Ну, долго, да, он больших победой. Вот, поэтому, как бы, в боксе, да, в каких-то, может, аспектах, но это для меня проверка тоже, знаешь, не собираюсь там где-то какие-то сдавать позиции. Но себя я считаю все-таки более универсальным бойцом, поэтому есть и, ну, мои козыри в этом тоже есть. Андрей, знаешь, бытует такое мнение, когда встречаются два высококлассных ударника, ну, Думаю, что будем бороться. Вот, которыми вы являетесь, Бибертом, да, говорят, что в борьбу идет первый тот, кто уступает своей основной стихии в ударке. Как считаешь, согласен с этим утверждением? Ну, бытует такое мнение, но, опять же, я же говорю, там будем смотреть, знаешь, ну, я думаю, для любого зрителя видно, если кто-то проигрывает ударки, то он проигрывает ударки. Если он не проигрывает ударки и плюс еще добавляет борьбу, то он вообще показывает D-класс, правильно, что он может на двух этажах работать. А то, что там соперник где-то, ну, где-то у кого-то есть какие-то пробелы, это сразу будет уже выявляться. Поэтому посмотрим, есть руки, есть ноги, есть партер, все есть. А как ты вообще оцениваешь борьбу Биберта, особенно, наверное, слабые места, как-то показал Ислам Амаров в их поединке? Слушай, ну, что, я думаю, все-таки он стоит и за своей, ну, физической мощи, да, в принципе, он неплохо показывал борьбу, да, ну, будем оценивать, и с Исламом как бы он неплохо показался, и больше он все-таки держался за, не за счет, мне кажется, технических, да, спектр, за счет твоей, ну, физической мощи. В случае твоей победы в поединке против Биберта, ты будешь обсуждать с лигой исключительно титульный поединок, или готов провести какой-нибудь громкий бой с рейтинговым оппонентом, например, Филиппо Фройс или Абдул-Рахман Дудайв, например? Да, я готов буду, конечно, провести громкий бой, я вообще, знаешь, когда я первый бой провел в лиге, это был, кто у нас, Фаниль Рафиков, да, это я дебютировал еще в лиге, первый контракт, я сразу дал понять тогда в интервью, ну, я был нацелен, когда пришел в лигу, я был нацелен на громкие бои, и постоянно на протяжении, вот сколько я уже года три, да, с 19-го года я в лиге, я постоянно создаю какую-то, ну, какой-то шум, да, именно, если бы еще лига во всех моих начинается, поддерживал его, то вообще было бы здорово. А почему ты считаешь, что лига тебя не поддерживает? Ну, я же говорил, как, ну, отношение к лиге ко мне хорошее, но в данном случае, вот то, что я сейчас говорю, не хочу повторяться, по поводу Брандауа, по поводу Фройса, знаешь, ну, кто-то просто, ну, молчит, это же мы тоже, да, должны понимать, почему молчат ребята, но каждый боится на себя брать какую-то ответственность, да, поэтому и все там говорят, там, клетка покажет или я не хочу называть никого имен, правильно? Потому что это, соответственно, ну, я же говорю, своего рода ответственность, я эту ответственность никогда не боялся, я ее брал, поэтому я понимал, что это и для лиги нужно, да, чтобы более шум был, а то Попа Мамата заберет вообще весь мир боев. Ну, и вот я делал, как бы, да, вызовы, и после, после 2 на Батаева, да, это и моя команда заметила, и отец мне сказал, как все интервью, знаешь, хотели, ну, пытались спросить у меня, скажи, кто следующий, просто, знаешь, я уже так как приучил кого-то всех, что я уже по-любому после боя делаю какие-то громкие вызовы, много разговариваю, и тогда у меня не было, на самом деле, желания, я тогда еще, знаешь, не говорил, но потом пообщались, вот, и со Сванбеком, ну, и они ждали, да, когда имени будет, обсудили некоторые моменты, некоторые недопонимания, сошлись на какой-то точке соприкосновения, и тогда я уже с Салманом хотел подраться, но там наш бой не состоялся. И заключительный вопрос, поединок против Биберта, дай свой прогноз. Прогноз, что, конкурентный, красочный поединок, я думаю, вы увидите именно, именно технику, да, тут самое главное, все-таки я считаю, в этом поединке сыграет IQ, бойцовский интеллект, и посмотрим, у кого он больше. Спасибо.